За моей спиной сейчас находятся фермы СПК «Огни». Здесь около 100 голов скота. В самом же хозяйстве работает около 75 человек. Однако некоторые из ферм превратились вот в такие вот развалины. Многие жители винят во всем председателя СПК. Так мнение односельчан разделилось на два лагеря. История началась в 2001-м, когда председателем СПК выбрали Татьяну Агафонову. Уже через несколько лет, говорят жители, она ликвидировала кооператив, обманным путем завладела его зданиями, землей и создала новый кооператив «Огни». Это невыгодно, это невыгодно. Технику начали резать такую, даже с мастерской, которая выходила, отремонтированная. Мы начали ее направо-налево продавать, сдавать в утиль и все остальное. Сократили количество техники, а еще скота, говорят жители. От 20 тысяч гектар пашни осталось в пять раз меньше. Остальное поросло бурьяном. Многие пайщики вообще остались не у дел. А к выбору тех, чьи земли используют у людей вопросы. Удивительно, как Агафоновой удалось заключить договоры аренды, если на момент их заключения 12 арендодателей уже были мертвы. Еще больших умерло ко времени государственной регистрации договоров аренды в 2016 году. Это обращение к президенту. Жалобы пишут и местным властям. В «Огнях» есть инициативная группа из бывших работников кооператива, часть которых уволила Агафонова. Была направлена сюда комиссия, были районные, начали разбираться. К общему не пришло. Все. Мы оказались в Рунаме. На два человека, которые ездили со мной к главе администрации, открыли уголовное дело. За клевету. Думать, что говорить в «Огнях» уже в привычке. Председатель и вовсе отказалась. Я вам говорю, ничего я говорить не буду. Я комментарии не даю. Я работаю. Понимаете? Вот у нас сейчас мой зам. Мы сейчас обсуждаем вопросы с ним. Посевной, кормление рабочих и так далее. Вот это для меня важно. А вот со слов сына Татьяны, который работает здесь же, на его маму клевещут. Мол, разборки начались с приходом нового главы сельсовета, который заинтересован в появлении здесь кемеровского хозяйства. Кстати, бизнесмен из Кузбасса существует, но дать нам комментарий он не захотел. А в хозяйстве не согласны с тем, что должны отдавать предприятия приезжим. Надо забирать у хозяйства земли. Хотя земель вокруг достаточно. Вокруг земель достаточно. Ему нужна именно земля хозяйства. И желательно, скорее всего, вместе с хозяйством. Потому что не надо строить свою инфраструктуру. Кстати, рабочие предприятия не верят, что ферма рушится. Перечисляют, здесь есть мастерская, такая техника, даже есть вакансии, но пустуют. А на доводы, что предприятия на жилое имущество обманом, говорят, документы все есть. Если бы не было у СПК документов, мы бы не зарегистрировались. У нас зарегистрировано предприятие в налоговой. Во всех службах. У нас там и у ГРН, и там такая пачка. Глава сельсовета Алексей Черныш, который рассказал о желающем купить ферму кемеровском бизнесмене, говорить на камеру отказался. Сейчас историю огневцев рассматривают в суде. Агафонов обвиняют в мошенничестве, захвате земли и имущества. Судья и должен установить, есть ли основания для тяжб или все дело в личной неприязни, которая может остановить городообразующее предприятие. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов, День с толком. У нас машинка.